Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, все, кто в студии, все, кто нас слышит. Ну, у меня достаточно, знаете, вроде бы и сложная, и легкая задача, когда говорить о комбинированной лимонной иммунотерапии вообще. Это очень сложно на самом деле, потому что разные локализации, разные комбинации. Но я попробую остановиться на каких-то конкретных точках, но я думаю, что такой доклад, его надо выставлять как доклад отдельной сессии и, наверное, говорить вообще обо всех локализациях и во всех комбинациях. Ну, с точки зрения... Ой, следующий слайд, пожалуйста. Учитывая, что на сегодняшний день противополеволечение, лекарственная терапия у нас... Следующий слайд, химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия и плюс хирургия, лучевая терапия. Иммунотерапию можно рассматривать в комбинации со всеми этими видами лечения. Я не буду останавливаться на хирургии, но на самом деле у нас есть исследования цитеродуктивной операции, неодевантная иммунотерапия плюс операция, с лучевой терапией, это исследование с дроволумабом. На этих позициях я останавливаться не буду, я остановлюсь только на комбинациях лекарственной терапии. Следующий слайд. Достаточно, вот я представила статистические показатели излокачественных наобразований в Санкт-Петербурге, у нас достаточно большое количество, я рассчитала, сколько же таких пациентов будет примерно к 2020 году. И вот если мы рассматриваем тех, которые у нас находятся на учете, которые прогрессируют, которых мы выставили в 34 стадии, следующий слайд, пожалуйста, то эти пациенты, мы где-то примерно ожидаем около 18-20 тысяч больных в Санкт-Петербурге, только в Санкт-Петербурге, не говоря уже о других регионах Российской Федерации. Следующий слайд. Вот задача лекарственной терапии – это оптимизировать результаты терапии, избежать назначения ненужной терапии, ненужных препаратов, уменьшить частоту побочных эффектов, улучшить качество жизни пациента, преодолеть лекарственную резистентность, рационально использовать имеющие ресурсы. И какие могут быть плюсы и минусы вообще лекарственной терапии? Следующий слайд. Ну, это системное использование, прямо или опосредственно уничтожает опхолевые клетки, создает условия, при которых опхоль не растет и не размножается, и контролирует рост и объем метастазирования опхоля, а значит, частота объективного ответа, частое увеличение частоты объективного ответа контролирует улучшенное качество жизни и увеличивает показатели выживаемости. С другой стороны, вся лекарственная терапия в онкологии – это побочные эффекты, это высокая стоимость лечения, длительность лечения, это избирательность того или иного препарата на тот или иной механизм, или на ту или иную клетку, и резистентность и рефракторность опухоли к лекарственной терапии, мы тоже об этом знаем. Следующий слайд. Какие закономерности действия химиотерапии? Ну, большая доля нужна пролиферирующих клеток, то есть нужна пролиферативная активность. И, в принципе, химиотерапия, она не избирательна. И, в общем-то, следующий слайд, пожалуйста. Однократное введение цитостатики, она бывает только как фиксированная часть опухолевых клеток и параллельно еще убивает любые другие делящиеся клетки. Чувствительность опухоли к лечению обратно пропорционально опухолевой массе. Следующий слайд. Таргетная терапия, преимущество – это активность одного пути, какого-то отрубая, отсутствие мутации, которые вызывают резистентность. Следующий слайд. Медленный опухолевый рост, больным условия действия для иммунотерапии – это медленный опухолевый рост, малая опухолевая масса, отсутствие иммуносепрессивного влияния опухоли, отсутствие иммунодефицита, иммуногенность опухолевых антигенов. Следующий слайд. Какие могут быть причины резистентности к иммунотерапии? Это опухолиоцированные антигены, негативная селекция от реактивных лимфоцитов, необходимость участия в основном комплексе гистосовместимости с распознаванием антигена, иммуносепрессивные сигналы. Следующее. И вообще причина ограниченной эффективности лекарственной терапии – это поликлональность опухолевых клеток. Каждая группа клеток определяет свой путь развития, генетическая нестабильность и увеличение опухолевой массы. И следующий слайд. И каждая клетка сама по себе решает, вообще, как она будет развиваться, по какому пути, по какому сигнальному пути пойдёт её полиферативный потенциал. Как мы можем преодолеть резистентность? Следующий слайд. Ну, во-первых, мы можем уменьшить опухолевую массу. То есть любую циторедукцию, я любую хирургию называю циторедукцией, в общем-то, увеличение, то есть убрать опухолевую массу. Мы можем увеличить дозу препаратов, но это очень чревато осложнением. Мы можем делать постоянную концентрацию препаратов, например, длительная инфузия или таблетированная форма. Мы можем менять препараты постоянно. Мы можем их отменять, делать каникулы, как химотроптические, гормональные, предположим, при раке питательной железы. Мы можем делать реинтродукцию препаратов. Больной отвечал на лечение, мы дали ему, предположим, другой препарат. И мы можем взвернуться к первому препарату, который дал наибольший ответ. Возможно, те клетки, которые отвечали на этот препарат, они как раз ответят ещё лучше. Комбинация препаратов. В чём плюсы и минусы? Следующий слайд. Комбинация препаратов. Ну, в общем-то, мы ожидаем усиления эффектов. Если мы комбинируем препараты, мы усиливаем эффект. Мы, возможно, перекрёстное снижение резистентности и рефракционности. С другой стороны, это мы всегда имеем побочные эффекты и, возможно, наложение этих побочных эффектов. Это высокая стоимость. Лечение 2 всегда дороже, чем 1, тем более при тех препаратах, о которых мы с вами говорим. И, в общем-то, это исключает возможность использования препаратов в последовательности лечения. Мы знаем, что метастатический рак, он неизлечим. И наша задача как можно дольше, чтобы больной прожил. И мы считаем, по крайней мере, при химиотерапии считаем, что чем больше линий терапии получает больной, чем дольше он живёт. Он живёт, потому что мы его лечим, или мы его лечим, потому что он живёт. Неизвестно. Но, по крайней мере, мы можем однократно сразу же использовать 3 препарата, при этом получить прогрессирование, и дальше, а, скорее всего, оно будет, например, при меланоме, 3 позиции использовать. И дальше человек прогрессирует, и мы не будем знать, что делать. Значит, мы будем монотерапию брать из этой комбинации, которую используем. Но всё-таки решение вопроса зависит от характера опухоли, от её молекулярно-генетического профиля, от распространённости общего состояния больного, и, конечно же, от результата клинического исследования. Вот как раз сейчас мы как раз и обсуждали при раке почки вот это определение вообще монотерапии, комбинации. Если комбинация, то какая? И мы всё время с вами об этом говорим. Ну, этот слайд, он на сегодняшний день ходит у всех. Мы сейчас находимся вот в этом крайнем правом углу, и чаще всего мы занимаемся в клинической практике именно вот этими каким-то образом определения, вернее, действия на сигнальной контрольной точке. Следующий слайд. Следующий. Следующий, следующий. Следующий, следующий. Следующий. На сегодняшний день у нас есть пембролизумаб. Ну, следующий. Давайте я не буду тратить время. Это тоже все, в общем-то, знают. Точки приложения тоже антипиделиоан, пидеоан препаратов. Тоже знают. Следующий слайд. Почему мы вообще уповаем на иммунотерапию? Ну, потому что, в общем-то, вот тут предложены графики как раз при эмитистатическом раке почки, что мы, в общем-то, такие же графики можно и для рака лёгкого. Мы хотим излечимости. И мы пытаемся попасть вот в эту плату для некоторых больных при повторном применении использования, при первичном применении использования, предположим, иммунотерапии, какого-то из иммунопрепаратов, и попасть в плату для того, чтобы пациента, в общем-то, длительно лечить, а в последующем, возможно, отменить ему лечение, он будет излечен. Следующий слайд. Ну, первая комбинация, которую всегда рассматривать, наверное, надо, это первый исторический наш класс, это химиотерапия и иммунотерапия. Какое обоснование комбинации? Ну, во-первых, цитостатические препараты могут выступать в роли иммуномодуляторов, посредством презентации опухолевых антигенов. Происходит стимуляция экспрессии опухолевых антигенов в молекуле главного комплекса гистосовместимости первого класса, с которым связывается антиген. Цитостатики могут делать клетки более чувствительны к клизису, и поэтому возникает большая инфильтрация этой клетками. Следующий слайд. Цитостатики усиливают выработку костимулирующих молекул, увеличение эффекторной активности Т-лимпоцитов. Следующий слайд. И, в общем-то, наверное, следующий слайд. Можно следующий слайд. Можно обосновать комбинацию иммунотерапии с химиотерапией. Нет-нет-нет, перед этим слайд, пожалуйста, проверните. Вот, например, мы смотрим рак желудка. Ну, опухоль, которая мало чувствительна к химиотерапии, но чувствительна ли она к иммунотерапии. Наверное, такой пример достаточно сложный, потому что опухоль мало чувствительна к химиотерапии. Работает ли тут иммунотерапия? Следующий слайд. Смотрите, в некоторых случаях, а в каких? То есть мы должны для иммунотерапии, она даже в монотерапии будет эффективна, только в том случае, если мы имеем достаточно серьезную моногенную опухоль. Это должен быть или ЦПС высокий, или, ну, скорее всего, МСА положительный. А там, где этого нет, монотерапия будет неэффективна. И иммунотерапию можно не использовать. И химиотерапии даже в монорежиме у больной получат выигрыш больше, чем от иммунотерапии. Следующий слайд. А вот, например, опухоль. Следующий слайд. Следующий. Следующий, следующий, следующий. Да. А вот, например, меланобластом. Здесь преимущество в общей выживаемости от использования в монорежиме неволумаба в зависимости от ПДЛ тоже есть. Но здесь посмотрите, насколько высокий результат, даже при отрицательном результате по сравнению с химиотерапией. Следующий слайд. А если, например, взять опухоль головы и шеи, комбинацию, есть монотерапия пембролизумабом, пембролизумаб с химиотерапией, и пембролизумаб с химиотерапией с последующим введением пембролизумаба и просто схема цитоксимаба с химиотерапией с исследованием Экстрим. Следующий слайд. Посмотрите, здесь какова вероятность. Вот посмотрите, в монорежиме пембролизумаб дает показатели медиана общей выживаемости 14,9 месяцев по сравнению с химиотерапией со следованием Экстрим. Это химиотерапия плюс цитоксимаб 10,7 месяцев. А если пембролизумаб соединить с химиотерапией, то примерно даже медиана выживаемости меньше. Ну, она чуть-чуть меньше, но все-таки меньше, чем если бы мы использовали пембролизумаб отдельно. То есть один пембролизумаб совершенно спокойно работает у больных опухолю головы и шеи в комбинации работает примерно то же самое. Зачем тогда нужна химиотерапия? А схема Экстрим, она показала себя и в той, и в той группе, если смотреть 10,7 и 10,7. То есть по большому счету монотерапия здесь, пембролизумаба, она более приемлема, чем, например, комбинация с химиотерапией. Следующий слайд. Если посмотреть уже не на графике, а на таблицу, посмотреть и на аналогию, то, в общем-то, больные, которые имеют в зависимости от уровня экспрессии PDL, которые имеют высокую экспрессию, то есть ЦПС выше, это соотношение между рецепторами PDL на опухолевой и на иммунных клетках, то, в принципе, использование пембролизумаба в монорежиме, оно дает такой же эффект с точки зрения показателей выживаемости, как и с химиотерапией. Поэтому здесь химиотерапия, по всей виду, комбинация не очень обоснована. А если ЦПС меньше 20%, от 1 до 20%, то здесь есть некое преимущество, это более агрессивные, скорее всего, больные, которым, в общем-то, наверное, химиотерапия нужна. Поэтому, по всей вероятности, для комбинации следующий слайд. Ну вот еще одно, одно из, одно из, одни из исследований, следующий слайд, которые показывают лечение комбинации химиотерапии с иммунотерапией при мелкоклеточном раке легкого. Мы знаем, что это самая активная с точки зрения чувствительности, одна из активных химиотерапий. Два положительных исследования, исследование ИМПРУ, 133-я с Атазолизумабом и Каспейн с Атазолизумабом с Атазолизумабом и Дарволумабом, и Тапазидом, и Платиной. Что они показали? Дарволумаб, следующий слайд, в принципе, в принципе, показали увеличение выживаемости, если мы присоединяем иммунотерапию к химиотерапии. Как в первом исследовании, ну, оно, третье у меня было на слайде циспейн, и второе, исследование ИМПРУ. Следующий слайд. Очень тяжело, когда слайды так. И исследование ИМПРУ. То же самое. То есть есть, здесь есть необходимость использовать комбинацию химиотерапии и иммунотерапии. При этом, следующий слайд, в исследовании ИМПРУ оценивали экспрессию ПДЛ, и независимо от нее, вот эта экспрессия не влияла на общую выживаемость. Если смотреть соотношение рисков при оценке всех факторов риска, прогностических факторов основных, то ПДЛ не влияла на эффективность химио-иммунотерапии в монорежиме или в полирежиме, в комбинированном режиме. Для мелкоклеточного рака легкого сочетание иммунотерапии с химиотерапией более приемлемо. Следующий слайд. Ну и профиль безопасности, который мы всегда смотрим. Вы видите, что отозолизумаб с химиотерапией против плацебо, против химиотерапии. Конечно, мы имеем некие иммуно-посредственные осложнения. Смотрите, 82% по сравнению с 48%, которые показывают при плацебо. Но при этом есть большее количество отмененной терапии. То есть здесь мы ожидаем токсичность лечения больше, чем, например, токсичность, если бы это была просто монотерапия. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий. Не так много времени. Иммунотерапия... Так, мне, наверное... Ну хорошо, ладно, пролистали. Обоснование для применения комбинации... Таким образом, для проведения комбинации комбинации или монотерапия при химиотерапии с иммунотерапией. Комбинация, наверное, нужна там, где есть достаточно чувствительная опухоль к химиотерапии и использование к ней, при присоединении к ней иммунотерапии является преимуществом, например, трижды негативный рак молочной железы. Мы знаем, что это активная опухоль по отношению к химиотерапии. Она чувствительна, высокочувствительна. Мелкоклеточный рак легкого. Опухли, которые как мало чувствительны к химиотерапии, они мало чувствительны к комбинации химиотерапии с иммунотерапией. И если есть у них иммунологический какой-то подтекст их течение заболевания биологии, например, МСА положительный, такого больного иммунотерапия будет более эффективна. А если мы вспомним, например, при раке желудка оценка исследования МЭДЖИК, и когда посмотрели те больные, которые проводили химиотерапию, у них посмотрели МСА, и оказалось, те больные, у которых была МСА положительная, была хирургия с химиотерапией, эти больные жили гораздо меньше, чем такие же больные жили просто с операцией. Эта химиотерапия была во вред этим пациентам. Поэтому, если мы имеем больных, предположим, с МСА положительной опухолью, конечно, здесь монотерапия и монотерапия, монотерапия с иммунотерапией, а если мы видим опухоль чувствительную к химиотерапии, то комбинация химиотерапии с иммунотерапией более превалирующей. Следующий слайд. Обоснования для применения комбинации иммунотерапии и ингибиторов теразинкеназ. Мы много сейчас имеем достаточно комбинаций таких, но больше всего все-таки мы имеем комбинации тех, которые ингибиторы теразинкеназа, так скажем, поли теразинкеназны, а не конкретные на какую-либо мишень. И вот как раз Галина Георина говорила о том, что недостаточные результаты исследований при меланоме, когда мы имеем БРАФ-мутацию, мы используем ингибиторы БРАФ с иммунотерапией. А вот использование ингибиторов теразинкеназ общего назначения, и сейчас мы как раз прослушали великолепный доклад по поводу Ильи Валерьевича по поводу рака почки, там сработало, потому что там и ингибиторы теразинкеназ являются не по поводу драйверных мутаций, а поликиназные. Следующий слайд. Следующий. Как основное в комбинации иммунотерапии с ингибитором тиразинкеназ это, конечно, токсичность. И вот, например, исследование первой фазы использования Неволумаба с унитенибом для рака почки, Неволумаба с позапонибом, они касались очень высокими нежелательными явлениями, ограничивало дальнейшее исследование. Пимбролизумаба с позапонибом тоже был остановлен ввиду очень выраженной гептотоксичности. Следующий слайд. Это, ну, как бы наши данные. Это больно с гепцеллюлярным раком. Это комбинация ингибиторов теразинкеназ с чекпоинтом ингибиторами. Следующий слайд. Конечно, иметь такое осложнение даже при высокой эффективности это, в общем-то, достаточно серьезно. Следующий слайд, и я бы, наверное, их перекрутила, потому что следующий слайд у нас, это то, что говорил Илья Валерьевич по поводу комбинации иммунотерапии с ингибитором теразинкеназ. У нас два исследования, которых знаковые для того, чтобы лечить таких пациентов. И здесь, конечно, комбинация по отношению с монотерапией, она, конечно, здесь более является превалирующей. Следующий слайд. У меня уже не остается время, просто следующий слайд. Это, я не буду повторяться, тавилумаб с оксетенебом против суметенеба. Следующий слайд. При этом комбинация, вот, например, в исследовании как джавелин, так и кейнота, она, в общем-то, дает достаточное количество осложнений, но при этом выраженных клинически значимых не так много. Следующий слайд. Следующий. Следующий. И вот использование иммунотерапии у больных, например, раком почки, он использование независимо от линии терапии, как в политорапии, иммунотерапии плюс гибиторотиазенкина в качестве первой линии для больных промежуточного и плохого прогноза, так и в последующем. Мы можем использовать опять, например, неволумаб, уже даже на какой-то линии, если человек живет, потому что было показано, что терапия неволумаба после прогрессирования она все равно практически вдвое выше. Поэтому этим пациентам вообще я была на одном заседании на прошлом АСКО, где автор сказал, докладчик сказал, что использование даже хоть в какой-то линии иммунотерапии для больных раком почки она для них является живительной. Поэтому, в общем-то, наверное, использование как в монотерапии, так и в комбинации иммунотерапии для больных раком почки очень важно. Следующий слайд. И таким образом комбинация усиливает следующий слайд, пожалуйста, комбинация усиливает как эффект, так и токсический эффект. Необходим тщательный подбор комбинации в исследованиях иммунотерапии с ингибитором теразинкинас, использование комбинации для ополих чувствительной к ингибиторам теразинкинас. Возможно, более рационально использовать последовательное лечение, например, при метистатическом раке почки уже после первой и второй линии. Ну и сейчас недостаточно данных исследований комбинации все-таки иммунотерапии в комбинации с ингибитором теразинкинас, драйверных мутаций. Следующий слайд. Комбинация иммунотерапии с моноклональными антитилами. Светлана Анатольевна, у меня... Я перебираю, да? Да, Рашта Вахидовна. Да-да-да. Можно мне на последний слайд, на последний слайд, у меня есть еще комбинация иммунотерапии с моноклональными антитилами, то есть, в принципе, иммунотерапия это тоже моноклональные антитела, только это антитела на другие рецепторы вне клеточные, еще есть сочетание с внутри клеточными. И наибольшие, конечно, комбинации интересны в том случае, если это тоже какой-то неконкретный вот цитоксимаб, предположим, там, понятому маб, а именно поле, такое, блокирующие поле рецепторы. Следующий слайд, давайте, вы мне можете пролистать до конца, чтобы я не задерживала докладчика? Следующий слайд, следующий, следующий. Ну, следующий, да. И, конечно, естественная иммунотерапия. Вот подождите, пожалуйста, ну, хорошо, следующий, давайте, ладно, уже пролистали. Очень плохо, кто не может листать сам. Следующий слайд, следующий, следующий. Я хочу завершить свою презентацию. На самом деле, как бы, когда мы выбираем иммунотерапию в монорежиме, и когда мы выбираем иммунотерапию в комбинации с какими-то препаратами, преобладанием, конечно, является гистологический, молекулярно-генетический по типу опухоли, безусловно, если это глубоко иммуногенная опухоль, мы можем выбирать монотерапию чек-поинт-ингибиторами, и, соответственно, получается достаточно высокий эффект. мы можем комбинировать иммунотерапию на сегодняшний день из-за регистрированной комбинации, как с химиотерапией, например, неоплечный рак легкого, негативный рак молочной железы. Мы можем использовать с ингибиторами теразин-киназ, но все-таки регистрация произошла с ингибиторами поликиназными. мы можем комбинировать между иммунотерапией, и это усиливает эффект, блокирует две точки, PD-1 или PD-1 и плюс C-4, это эпилемумаб, но, в общем, я не стала останавливаться, у меня было это в слайдах, потому что, в общем-то, это на самом деле комбинацию все знают, она используется достаточно широко при меланоме, при немотклеточном раке легкого. Есть определенные рекомендации, и мое мнение, потому что за и против. В каких-то случаях я за, в каких-то случаях я против. Если, например, вот для потом обсуждения, я бы, наверное, Галину Юрьевну спросила бы, все-таки последовательное использование монотерапии для меланомы, потому что последовательное в монотерапии, потому что, в общем, мне кажется, что меланома – это опыт, которую надо лечить постепенно, не нагнетая страсти в комбинациях. Ну, это вот такое мое мнение. Все зависит от той опухоли, которую мы лечим. Спасибо большое. Спасибо.